Исен Стир Медостар Наверняка каждый из вас шокирован ситуацией в Палестине и по моим наблюдениям, большинство людей даже не подозревают о том, что этот кошмар длится уже очень долго. Особенно плохо это освещается в русскоязычном СМИ. В этом видео я попытаюсь вкратце изложить значение Иерусалима для мусульманского мира. Биографии пророков Ибрагима, Сулеймана, Мусы и сына Мухаммада, мир и благословения Всевышнего указывают на то, что Иерусалим всегда был важным местом в истории всего человечества. Иерусалим играет ключевую роль в вознесении посланника Бога на небесах. Здесь Мухаммада, мир и благословения Всевышнего встречали другие пророки, когда-то ходившие по нашей земле. В то же время Иерусалим – святое место трех авраамических религий. Это священный город мусульман, христиан и евреев. Для мусульман Иерусалим это третий по значимости город после Мекки и Медины. В исламе Иерусалим стал первой киблой в 610 году нашей эры. И согласно Корану, 10 лет спустя именно из этого города пророк вознесся на небеса. В исламе это событие называют Ночь Мирадж. А для христиан, согласно Библии, это место распятия Иисуса. А также одно из мест для паломничества, определенное Святой Еленой по стопам Иисуса 300 лет спустя. А для евреев Иерусалим – самый святой город в мире. Согласно Таврату Священной книги евреев, царь Израиля Давид построил Иерусалим как столицу Соединенного Королевства Израиль до Рождества Христова. Его сын Сулейман построил здесь первый. В настоящее время евреи, которые действуют в соответствии с сианитскими образцами мышления, используют непропорциональную силу против мусульман в регионе. И, по всей видимости, пытаются мобилизовать местную, региональную и глобальную динамику для вторжения в регион. В то же время западные лидеры, ведущие дискуссии на международных, на глобальных уровнях о правах человека, хранят молчание о совершаемых зверствах. После нападения на мусульман в мечети Масджид Алякса, палестинцы в регионе начали протестовать против израильтян, которые не позволяли им совершать богослужения в течение священного месяца Рамадан. И конфликт начал быстро набирать масштабы. В этом контексте Иерусалим, являясь точкой пересечения трех мировых религий, превратился в арену жестких конфликтов. Следовательно, Иерусалим для ислама несет религиозные, географические, исторические, культурные и политические аспекты. Однако, поскольку он считается таким же значимым и для евреев, этот регион был и будет ареной бесконечной борьбы, которая, согласно религиозным источникам, закончится с наступлением конца света или судного дня. И как это уже стало ясно всему миру, мусульмане всегда предпочтут остаться и сражаться, вместо того, чтобы покинуть регион и сбежать борьбы, несмотря на значительный перевес сил в пользу себя местных регионов. Субтитры создавал DimaTorzok Иерусалим Итак, Иерусалим — это первая кибла, которой молились мусульмане, пока кибло не стало метко. Это священная земля, которая связана с именем ни одного пророка. И учитывая то, что в исламе благословение идет от Всевышнего, Иерусалим получил особый статус еще во времена Ибрагима. Но больше других на идеологическом уровне связаны пророки Таким образом, Иерусалим являлся единой точкой просвещения пророков. Мечеть Аль-Акса столь же важна, как Матшит Аль-Харам был центром просвещения во времена Ибрагима и Исмаила. С точки зрения культурного аспекта, кроме мечети Аль-Акса и святилища Купола Скалы, в этом регионе расположены сотни исламских построек со времен Аюбидов, Амиядов и Османской империи. Одним из самых важных исторических и политических событий в регионе является 638 год. Именно в этом году известный своей справедливостью халиф Амар завоевал Иерусалим. И жителям Иерусалима были даны гарантии полной безопасности населения, собственности и свободы вероисповедания. И, конечно же, эти святые земли не могли быть неупомянуты в священном писании мусульман в Коране. Бог приказал евреям прийти в Палестину с Моисеем, но они отказались. В суре Аль-Маида упоминается «О, мой народ, ступите на священную землю, которую Аллах предписал вам, и не обращайтесь вспять, а не то вернетесь потерпевшими убыток». Они сказали «О, Муса, мы ни за что не войдем туда, пока они находятся там. Ступай и сражайся вместе со своим Господом, мы же посидим здесь». Даже для вас я приметила малоизвестное в русскоязычном пространстве высказывание. Как-то у Салахаддина, завоевателя Иерусалима, спросили, почему тот не улыбается. На что Салахаддин ответил, «Как я могу улыбаться, пока Иерусалим находится под оккупацией?» Поэт Джахид Зарифаулу писал, «Иерусалим – контрольная работа каждого верующего слуги». В Турции также очень популярно высказывание Неджметтина Эрбакана, учителя Реджебата Ибардагана, «Если полтора миллиарда мусульман ждут священных птиц для борьбы с восьмимиллионным населением Израиля, то по прилету эти птицы скорее забьют камнями нас, а не Израиль». Ну и напоследок высказывания, которые никого не оставят равнодушным. «Палестина – это когда девочку, прыгающую на скакалке, забирают ангелы, прежде чем она успеет приземлиться на Землю. Яблоко упало с дерева, весь мир заговорил о Ньютоне, открывшем гравитацию. Тысячи палестинцев пали на Землю, никто не замолвил из слова». Как это уже и стало понятно, последнее событие – это новые страницы старого конфликта. Мы очень надеемся, что международное сообщество обратит внимание на эти бесчинства, которые происходят в регионе, и урегулирует ситуацию по благо всем мирным жителям региона и всего человечества. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok